привет всем ну что вот можно сказать закончил мастерскую у нас она выглядит вот так вот стеллаж чистой зоны то есть имеется до сборка дальше стеллаж для паяния всякой электроники с компьютером черновая зона распиловочная osb состоит из usb везде металл 20 на 40 полторашка полтора миллиметра толщиной usb 9 миллиметров толщиной фанера которая тут верхней используя и на столе используется 12 миллиметров толщиной дальше что ну в общем могу так сказать в конце расскажу по поводу где покупалась и какой по факту какой меня них впечатление осталось дальше что сейчас пройдемся пройдемся по каждому стеллажу слева начнем проход слева это у нас как я показывал тележка тоже сварена из 20 на 40 полтора толщиной стали внизу фанерки сразу гри показываю инструмент в общем говорить не буду но имеется долго рассказывать подробно не буду захотите напишите сделаю обзор это у нас аврора динамика 200 дальше у нас конечно колонки 230 ватт 1 колонка 2 колонка и там две мелких за монитором и он колонка по 130 ватт усилитель к ним едет из китая так что будем делать на него тоже обзор так усилить нет колонки пока не работает дальше что у нас внизу у нас доски лиственница сосна сухие инструменты интерскол потом циркулярка потом bosch перфоратор 226 патрон меняется фиолент это у нас лобзик фиолент это шлифовальная машинка китайский гравер пистолет клеющий китайский тут всякая электроника это транспортира электронный уровень и т.д. и т.п. все электронное потом у нас black & decker это у нас фрезер аек шуруповерт и получается у нас дрель потом сейчас войдем тут у нас пневмо шлифовальная машинка 2 кросс 2 окраска пульта 1 2 там шланги это у нас гайковерт хорошая машина откручил гайки тоже гайковерт тут у нас пневмо степлер и шпилечник то есть два в одном тут у нас всякое стекло барахло то есть как и говорил станок у нас можно станок раз откатить тут у нас получается болтики всякие все подписаны болтики стекляшки тут у нас шпателе потом шпаклевка идет эпоксидное масло масло это у нас воск глюрой мерлин бралось все клей разный дальше задвигаем станок станок вот он кстати по поводу по поводу у нас сварки все сварочные лежит именно в тележке сварки то есть костюм рукавицы маска электроды болгарка все под нее магнит и все внутри находится то есть надо сваривать берем полностью тележку тут уголки дальше идем компьютеру у нас тут всякое барахло компьютер пока не подсоединен ждет одной запчасти тут у нас всякое старое барахло имеется 2 старое оборудование которое сломано откуда можно все выпаять камеры всякие опишные так вот стол получается колонка которая грез 30 ватт рация паяльная станция тоже в китае покупалась высота столов 90 сантиметров то есть тут языке барные стулья старый используется дальше у нас доска магнитная тоже вот подвесил часы из китая были заказаны но они питаются до 120 мойка есть видео как делал колонка тут у нас все краски всякие масла краски тут у нас все водоснабжение будущее кстати претендент на будущий проект быстрее все буду из него делать токарный станок по дереву и шлифовальный то есть перекидываться будет так ну тут всякие обогреватели потом провода блоки питания куча проводов все разные тут тоже шкурка отсек для шкурки всякой шкурки тут тут у нас помидорчики семена там у нас лампа светодиодные для именно для растений тоже будет будут проект делать освещение потом буду автополив делать под них тут у нас всякие коробки от инструмента ну и доски тоже доски фанеры сверху у нас начинаем обход bosch тоже если там был перфоратор это у нас деле это дрель у нас прикольно тем что она сама вместо пылесоса убирает стружку дрель 19 2 кстати она в россии сделано а вот тот перфоратор германии и есть отличие по качеству что у нас саморезы 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 это у нас сверлу пошли коронки метчики торцовка уже всем знаменитые дальше тоже шестигранники отвертки вот все под это буду делать полки пока что устает станок ну вот у меня тут пользе некоторые скажем подписчики спрашивали по поводу прогибается ли это все дело могу так ответить что вот ничего не прогибается то есть смотрим как сварена osb 9 миллиметров что у нас например с фанерой давайте посмотрим с фанеры как у нас сделано фанера вот фанера то есть вот ну тут получается шов попал не на металл поэтому между собой фанеру два листа соединял таким образом все саморезы то есть тут везде отверстие сделаны и саморезы закручивать снизу вверх то чтобы вверху не было ни одного самореза была гладкая поверхность то есть вот ну что еще могу сказать могу так сказать что кстати по поводу красного зубра нашего снял ролики мешаются для настройки они вообще не нужны тут как я говорил заклеил все щели чтобы не лезло дерево и наконец как и и обещал начале видео о том что покупалось все это дело в леруа merlin то есть имеется до osb фанера металла там не покупал покупал на металла базе но лучше на самом деле покупать магазине потому что на металла базе все ржавым не пришлось шлифовать если бы я купил в леруа merlin то есть ну или в другом магазине то есть просто я до это покупал леруа merlin там как бы он покрыт там, не знаю, маслом или чем, но, короче, он не ржавый, металл хороший, но могу одно сказать, что на данный момент лучше в Леруа Мерлен ничего не заказывать вообще, то есть пока вы не сможете сами в магазин сходить, купить и забрать лично, лучше вообще ничего не заказывать, потому что данные личности, то есть с вас требуют какие-то обязательства, а свои обязательства они вообще не выполняют. Во время доставки что сказано? Там сказано, например, указана сумма, все, то есть вы оплачете сразу, оплачете не при доставке, а оплачете заранее, то есть когда заказываете в интернете, вы заказали, они ваши денежки взяли, а потом что хотят, то и воротят, то есть написано завтра привозят, они завтра вам не привезут, вот мне было написано, что привозят на следующий день, на следующий день в течение дня, и там написано было с 8 часов утра до 23, то есть по телефону звоню, никто не отвечает, все перенаправляют, скидывают, вообще, то есть дозвониться нереально. Дальше потом, что получается у нас, кроме этого, кроме этого вообще получается то, что данные личности, кроме того, что я ждал целый день с 8 утра, там сказано, если меня не окажутся на месте, они уедут, то есть и доставка получится, ну то есть они заберут деньги, вот, и за она придется оплачивать доставку, то есть и мне приходится целый день сидеть ждать. Я целый день сидел ждал, ни ответа, ни привет, в 2 часа вечером в 20.00 мне звонит человек, не представившись, говорит, ой, вы доставку заказывали, у вас сегодня доставки не будет, я говорю, как так? Он говорит, ну мы сейчас отгружаем туда-сюда, ну короче, сегодня не будет, завтра ждите. Я говорю, вы молодцы, говорю, мне когда собираетесь приезжать, днем, вечером, ну назовите хотя бы примерно, чтобы я мог. А, ну в первой половине дня привезем, ну ждите. Все, на следующий день, час дня, то есть первая половина дня прошла, как обещали, я звоню, опять дозвониться нереально, везде же оставляют там сообщения, пишут, мы вам ответим, ждите, ждите, там, т.д. и т.п. Итог, конец, это под вечер, мне звонит человек за 15 минут, хотя, опять же, на сайте было указано, что они будут звонить за час, звонят за 15 минут и сообщают о том, что мы через 15 минут будем у вас. То есть свои обязательства они вообще не выполняют, а с покупателями они требуют все обязательства. И дальше приезжает непонятный фургон. Если я давно до этого в Леруа заказывал, там машина в Леруа приезжала, то есть с надписями и так далее, тут приезжает фургон непонятный, люди там вылазят, там. Если до этого в Леруа я, когда я заказывал, они говорят, ну, давали бумажку, вот тут напишите, ну, то есть чем вы довольны, недовольны, там, так далее, тут вообще ничего. Дальше, на следующий день, после этого всего звонит женщина, говорит, вам доставили, я такой, ну да, и она бросает трубку. То есть все, им плевать, вот просто плевать на покупателей. Они взяли деньги и плевать, будете ждать 2 года, 3 года, ну, фиг с вами. Поэтому в Леруа Мерлен лучше доставкой вообще не пользоваться. Ну, конечно, наболело просто, но я просто вообще 2 дня потратил впустую, называется. А так, спрашивайте по поводу всего этого инструмента, то есть вот этого инструмента, могу снять обзор, всем пользовался, даже видно в каком состоянии, особенно этот. Это дрель у меня самый первый инструмент, то есть и в краске поплавал, ну, нормальный инструмент. Вот, то есть спрашивайте, отвечу на все вопросы. Ну, что, в следующем у нас видео будет, это усилитель, который приедет для данных колонок, но он приехал, он находится уже на почте, и надо забрать. Дальше, мы будем зашивать данную торцовку, про которую у меня уже видео, не одно. То есть, для того, чтобы пыль никуда не летела, будем каркас сделать и зашивать их, каркас. И, конечно же, будем делать освещение. Это следующие видео будут. Так что, вот, думаю, на этом мы и закончим сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok